В Латвии с 11 декабря объявлена эпидемия гриппа в связи с тем, что в двух районах страны, в Елгове и в Риге, заболеваемость превысила 100 случаев на 100 тысяч жителей. Однако в Эстонии такая заболеваемость эпидемии не считается. Данные цифры здесь называют классическим сезонным подъемом и его прогнозируют лишь на начало января. Еще неделю назад интенсивность заболеваемости оценивалась как низкая и как обстоят дела. А сегодня узнаем у главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья у нас в студии Ольга Садикова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Объясните, почему такая большая разница, почему наши страны, которые соседи в одном регионе находятся, столь по-разному относятся к распространению гриппа? В Латвии уже эпидемия, а мы говорим, что нормальный сезонный подъем. Не совсем так. Мы говорим и они, и мы говорим о превышении эпидемического порога. И они, и мы его рассчитываем на основании имеющихся у нас данных от семейных врачей. Причем берется период за 5 лет. И они, и мы согласовываем эти показатели с Европейским Центром по профилактике заболеваний. То есть и наши, и их данные скоординированы, и, скажем так, проверены несколько раз. Поэтому у нас несколько порог выше. У нас 120 на 100 тысяч. У них 100 на 100 тысяч. Причем мы даем по всей стране, поскольку у нас работает вот система синтональных, особых врачей, которые следят за заболеваемостью, берут параллельно пробы на грипп. У них в двух районах. Поэтому, вероятно, есть определенная разница. Мы говорим про сезонный подъем только по одной простой причине, что, в принципе, это случается ежегодно. У них превышен в двух районах эпидемический порог. У нас еще даже, в общем-то, до него как до неба. По крайней мере, на сегодняшний день. У нас даже не был превышен, а был около эпидемического порога, в Иру, где была вспышка в школе, и где начал распространение вирус гриппа В, который, кстати, распространяется и в Латвии. Но это Южная Эстония, опять же, близко. Очень близко, да. Но, тем не менее, у нас пока эпидемического порога не достигло. Но гриппа бывает в разных видах. Вы упомянули грипп В. Что это значит? Что он дает? Чем он отличается от всех остальных? Скажем так, для человека нет разницы, каким гриппом он заболел, А или В. Есть разница для специалиста. А грипп развивается очень быстро и распространяется очень быстро. У В гриппа, хоть он вызывает по тяжести примерно ту же самую клиническую картину, тем не менее скорость распространения значительно ниже. Поэтому он-то и вызывает обычно локальные вспышки местные. В школе, в одной семье, в одном коллективе. Вот такого плана. А он идет массовым распространением. И на сегодняшний день у нас, скажем так, на прошлой неделе были первые случаи регистрации А-гриппа, который, в общем-то, и дает возможность нам прогнозировать, что через 2-3 недели мы все-таки увидим этот классический подъем. И опять же, если говорить про эпидемию или сезонный подъем, мы оцениваем сезонный подъем, вот превышенный эпидемический порог, это начало эпидемии. Мы оцениваем интенсивность заболеваемости и распространенность вируса. Если мы говорим, что вирус распространен повсеместно, это значит, что у нас полная эпидемия. То есть и интенсивность, в зависимости от распространения вируса идет интенсивность. Невысокая, высокая, средняя. Латвия называет это все эпидемией. То есть тут разное... То есть у них нет никакой градации, в этом еще отличие. Я думаю, что она у них тоже есть, но они просто не заморачиваются. На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Эстонии составляла 55 случаев на 100 тысяч человек. Свои свежие данные Департамент здоровья обычно публикует по средам. Сегодня в понедельник можно ли приоткрыть завесу тайны? Насколько эта картина изменилась за неделю? Вы знаете, это мы с вами погадаем. На кофейной гости у меня нет данных. У нас сегодня только данные поступают от врачей. Поэтому только сегодня где-то к 12 будут первые данные. Лабораторные данные поступают позже, и больничные данные еще позже. Поэтому среда. Насколько часто случается так, что мы превышаем этот порог в 120 человек? Каждый год. Каждый год? Каждый год. Намного? Считается так, что средняя интенсивность, когда порог превышен в 1,5-2 раза. И средняя интенсивность у нас бывает практически ежегодно. То есть количество недель. То есть если мы говорим, что превышен эпидемический порог, началось развитие. Развивается очень бурно, очень быстро. В течение трех недель мы достигаем так называемого пика, и начинается стабилизация. Вот этот пик – это обычно средняя интенсивность. Сейчас есть смысл вакцинироваться или уже опоздали? Нет, вы знаете, эксперты ВОЗа вообще рекомендуют в течение всего сезона вакцинироваться. И я всё-таки считаю, что как-то неразумно, когда уже интенсивное распространение вируса, то избежать контакта с ним в течение двух недель достаточно сложно. Тут уже каждый должен решать сам. А сейчас ещё это последняя возможность. Вируса всё-таки вот такого устойчивого распространения ещё нет. Пандемический грипп какой-нибудь нам угрожает или всё спокойно? Пандемический грипп нам может угрожать всегда по причине того, что вирус постоянно мутирует. И как он вдруг замутирует и образуется совершенно новый тип, как, например, было в 2009 году. Это, конечно, предсказать очень сложно. Но, в принципе, где-то раз в 20 лет. Поэтому я думаю, что ещё у нас есть возможность пожить спокойно. Насколько на распространение гриппа влияет погода? И что в этом плане лучше или хуже для распространения этого заболевания? Потому что сейчас, вот, середина декабря, идут дожди, на дворе зелёная трава. Для вируса гриппа мороз – это, скорее, такой подходящий фактор. В принципе, он мороза, вирус гриппа мороза не боится. Такая погода, он тоже, в принципе, распространяется достаточно прекрасно. Но способствует именно в холодное время года. Почему вирус распространяется? Потому что мы находимся чаще в помещениях. Снижена вентиляция, мы меньше проветриваем, мы меньше бываем на улице. Люди, так сказать, постоянно находятся друг с другом. У вируса просто прекрасная среда для распространения. Но летом и осенью всё-таки меньше. Сейчас, я думаю, он просто пока отдыхает и набирает силы. Кстати, ситуация примерно сходная с нами во всём остальном Европейском Союзе. Давайте напомним, какие последствия могут быть от того, что человек заболел гриппом. Ну, человек заболел гриппом, в принципе, вот вы знаете, здесь как раз хочется сказать, почему мы всё время говорим, заболели, оставайтесь дома. Классического гриппа, который температура 39, ломота, и человек недвижим, ну, достаточно он бывает редко. И, в общем-то, в этом состоянии я не очень знаю и не очень представляю себе человека, который отправился на работу. А достаточно часто стёртые формы, когда температура может быть 37,5, ну, есть ломота, ну, есть головная боль. Но всё как-то не очень сильно выражено. Кстати, это очень характерно для пожилых людей. И человек себе, ну, на последнем издыхании, но он идёт на работу. При этом он превосходно распространяет вирус окружающим, у которых могут быть совершенно разные проявления. И чем опасен грипп? Это, конечно, осложнение. Это обострение всех хронических заболеваний у тех, особенно для тех, у кого пульмологические проблемы, у кого кардиологические проблемы, это считаете, инфаркты, инсульты. Это вторичная инфекция, это пневмония, тяжелейшая вирусная пневмония. И опять же, если вы... иммунитет, скажем так, если стёртая форма, то иммунитет всё-таки не очень силён. Значит, мы просто доводим до того, что вирус пошёл дальше вниз, и это тяжелейшая вирусная пневмония. А здесь есть такая прямая взаимосвязь. То есть чем острее протекает заболевание, тем выше наш иммунитет, правильно? Абсолютно так. Потому что, например, температура, которую не рекомендуется сбивать, по последним данным, при 39, но всё-таки 39, особенно для людей с кардиологическими проблемами, это очень высокая температура, 38-38,5. Это защитный фактор. Это ускоряет все процессы. Всё интересно. Получается, чем тяжелее переносишь болезнь, тем лучше, значит, ты здоровее. Нет, не то, чтобы ты здоровее, тем иммунный ответ. Ну, я это имел в виду. Сильнее, да. Сильнее. Просто выразился ненаучно. Нет, вы понимаете, у маленьких детей, у них тоже очень быстрый ответ. Но это как раз потому, что иммунная система нера, недоразвета, скажем так. Всё индивидуально. Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова